Ох, как обидно будет с компанией EA и фанатом Gran Turismo. С 2013 года ничего не добавили в игру, и тут Gran Turista приуныл. Gran Turismo в одиночном режиме содержит заезды без квалификации, то есть ты стартуешь на рандомном месте и как супергерой Маргл вырываешься вперёд. Реклама. Народ, вдумайтесь, все мы знаем, что это такое реклама, но почему, если Project Cars 2 продавалась только на своём собственном успехе, успехе первой части, которую они выпустили два года назад, то Gran Turismo продаётся не за счёт качества, а за счёт рекламы почти на каждом сайте о технике либо игровом портале из Top Game, игромании, Playground, сайт FFDA и многие другие многочисленные сайты, которые посвящены либо приставкам, либо какой-то компьютерной технике, хоть как-то связанной с играми. Присутствует реклама Gran Turismo. Любой блогер, связанный с компьютерными играми, но отдалённый от жанра гонок обязательно снимет обзор на Gran Turismo. Гран-туризма нет повреждений и механических поломок. Или гран-туристы считают, что машины в жизни тоже не ломаются? Вот это реализм! Для тех, кто топит за Gran Turismo до последнего, осознайте один факт. Игра требует постоянного онлайна. То есть, даже если ты пришёл домой, хочешь отдохнуть, поедать в ночи ночном режиме, либо пройти какую-нибудь гонку, тебе обязательно нужен интернет! А те, кто будет играть в интернет-соревнования, скорее всего столкнутся с несправедливостью того, что у кого-то интернет быстрее, у кого-то медленнее, кто-то играет на геймпаде, а кто-то играет на сруле. Шкала-мышь говно, не передаёт управление. А у геймпада есть шкала для указания угла поворота и для силы нажатия педали газа тормоза. Но нет, геймпад говно, купи руль! А ведь мало просто купить руль, надо купить дорогой хороший руль, который не будет пустой симуляции геймпада, только в больших размерах. У меня был руль, и я играл в Евротрак Симулятор 2. И не поверите, но ощущения от игры были абсолютно одинаковые. Просто у геймпада гораздо удобнее иметь все кнопки под рукой, и ты не зависишь от идеально ровного положения тела. Расстояние до педалей, до руля. Хотя нет, нужен руль, иначе не реалистично. А я вам скажу, вы не правы. Хотите больше реалистичности? Купите идентичный руль для той машины, которую управляете. Да-да, купите 100 рулей для своих 100 автомобилей в игре автосимуляторе. Хотите реалистичнее? Купите авто и поставьте вокруг него мониторы, чтобы вообще ехал как на настоящем. Купите кучу авто и используйте их для игры в автосимулятор. Это значит, что в игре должно быть правдоподобное поведение предметов, большое количество учтенных мелочей, как в геймплее, так и в графике. И сглаженный упрощенный вариант для тех сценариев, на которых разработчики не фокусировались. Важно здесь то, что число внезапности и тупости физики должно быть минимальным. И Гран Туризма подходит под жанр автосимуляторов. Как бы ни любили ее фанаты Гран Туризма, Project Cars во всем детальнее и лучше. Кроме, конечно, спауна количества автомобилей в магазине. Project Cars 2 это игра для людей. Ведь в нее может играть даже мой брат, просто пониже сложность до нуля. А вот Гран Туризма, ну я не знаю. В нее будут играть только фанаты Гран Туризма, которые ничего кроме Гран Туризма в мире автосимуляторов не знают. Долго и упорно я играл в Project Cars 2, ждал от Гран Туризма чего-то сверхфантастического. Все мои надежды были разбиты. И эти три видео об моих эмоциях тому подтверждение. Так что я поставлю точку в этой тематике, а вы продолжайте писать комментарии. Ведь впереди нас ждет светлое будущее Nefarspeed Payback Star Wars Battlefront 2 Ага Всем удачи! Удачных заездов, удачных игр, хороших игр и хорошего настроения!